Продукты с высоким содержанием белка Яйца 17% Яичный белок хорошо усваивается организмом Обычно 2 яйца весит около 100 грамм Седая их вы получаете 17 грамм отличного белка для построения мышц Яйца рекомендуется употреблять после тренировки Так как они имеют низкую калорийность и не способствуют образованию жировой прослойки Творог 14% В питании следует употреблять только обезжиренный вариант этого продукта Это избавит вас от лишних калорий Для более легкого усвоения можно смешивать творог с кефиром или йогуртом И добавить немного сахара Он помогает усвоению белка Сыр 30% Имеет высокое содержание белка, но в то же время довольно калориим Поэтому желательно включать его в питание перед тренировкой В этом случае излишек калорий сгорит во время тренировки Птица от 15-20% Мясо птица отличный продукт с высоким содержанием белка Он хорошо усваивается и в то же время является низкокалорийным Что позволяет смело включать его в диеты при занятиях спортом Говядина содержит отличный животный белок Употребляет лучше в вареном или тушеном виде В идеале для приема в пищу лучше всего брать говядину возрастом от года до двух Такой продукт наиболее ценен в питательном отношении и имеет хорошие вкусовые качества Печень 25% Недорогой, но в то же время отличный продукт, имеющий высокое содержание белков В пищу употребляется в тушеном виде или в качестве различных паштетов Рыба от 15-25% В зависимости от вида по праву считается диетическим продуктом А кроме этого довольно богатый белком, хорошо усваивается нашим организмом Нежирные сорта рыбы можно принимать в пищу и во второй половине дня Больше белка содержит такие виды рыбы, как тунец, лосось, анчоусы, сардина, скумбрия, сайда и кефаль Соя 14% Является одним из самых белково содержащих растительных продуктов В настоящее время из нее изготавливается масса различных блюд Которые выступают заменителем мясных продуктов Но лучше использовать сою в качестве гарнира Так как мясо имеет большое количество белка и заменять его соей не имеет особого смысла Брюссельская капуста 9% Имеет самое высокое содержание белка по сравнению с другими овощами Остальные овощи обычно имеют от 0,5 до 2% белка Поэтому называть их не имеет смысла Крупы от 10 до 12% Хорошо усваиваются и способствуют пищеварению Более предпочтительно к употреблению в качестве гарнира Чем картофель или макароны Не обязательно употреблять в пищу только продукты с высоким содержанием белка Главное рассчитать необходимую дневную потребность организма в белковой пище А после составить меню В котором будут сбалансированы как белки, так и углеводы с витаминами Понравилось видео? Ставь лайк Обязательно подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok